Бывших не бывает. Эта поговорка справедлива по отношению ко всем, кто когда-то носил погоны. И не важно, в каком полку они служили. Важно, что присягнув родине, офицеры различных спецслужб и родов войск продолжают ей служить уже на пенсии, будучи ветеранами и отставниками. Нынче их пост, общественная деятельность, патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев. Результаты вот этой-то службы в уходящем году и подвели на расширенном заседании Общественного совета ветеранов при губернаторе. Прошедший год мы, как и все в нашей области, провели под знакомо 450-летие города Анна, 71-е готачилия освобождения области и 73-е готачилия города Анна в немецких фашистских взаимодействиях. Все организации, входящие в социал-советах, провели очень большую работу с детством взаимодействия друг с другом и органами власти на местах. В 2016 году было изготовлено и установлено более 20 памятных досок. Организовано два автопробега по орловским местам воинской славы. По ходатайству ветеранов Хомутова был поставлен памятник участникам локальных войн и т.д. Да простит нас зритель, но в рамках короткого сюжета мы не можем раскрыть скобки и подробно рассказать о проведенной орловскими ветеранами работе, продемонстрируя место объяснения, сцену награждения за эту работу. А что касается главной темы заседания Общественного совета, то звучала она так. Патриотизм как национальная идея и вклад ветеранов в идейное и организационное сопровождение соответствующей политики, проводимой как властью, так и общественностью. Заседали представители 20 ветеранских организаций. Один из участников учитель ОБЖ КАП-2 в отставке, отслуживший в свое время на всех российских флотах. Говорит, сделано немало, а нужно еще больше. Нужно возродить начальную военную подготовку. Тем более недавно министр обороны Шойгу и министр образования опять сказали, что нужно возродить начальную военную подготовку, как было в советское время. Все преподаватели офицеры, не все за начальную военную подготовку. Потому что только там поистине можно стать настоящим патриотом. Не на словах, а на деле. Итог встречи таков. В 17-м году ветераны будут помогать со становлением в регионе юн-армии, патриотического волонтерства, помогать с проведением конкурса лидер военно-патриотического движения Орловщины и участвовать в общероссийском проекте «Возьми в пример героя». И это только часть их планов. Лишь несколько стрелок на тех символических картах, где ветераны планируют свои бои за победы России. Сергей Быковский, Дор Чернаускас, телеканал «Первообластной».